4. Храм Зарававеля. Об этом говорится в первой книге Езды. От возвращения иудеев из Вавилонского плена до иноплеменного царя иудеев Ирода. Храм Соломона был разрушен в 587 году до Рождества Христова. 5. Храм Иродов. Малахия. 3 глава 1 стих Евангелия. Через 500 лет храм Зарававеля начал разрушаться и ветшать. Его возобновил и увеличил царь иудеев Ирод Великий. Начались эти работы в 20-м году до Рождества Христова, а окончились окончательно в 65-м году от Рождества Христова. за 5 лет до его разрушения Рима с Христовым и Том. В этот храм вошел Господь наш Иисус Христов. 6. Тело Иисуса Христа. Колоссянам 2.9, Евреям 10.5, 19.21, Евангелия 2 глава с 19 по 22 стих. К храмом Божьим было тело, большой буквы, рожденное Девой Марией. В этом теле обитала вся полнота Божества Телес. 7. Церковь. Она есть храм Божий. 1. Тимофею 3.15, 1. Коринфянам 3.16-17. 8. Иерусалимский храм евреев, который будет воздвигнут в кончину века, и в котором воссядет Антихрист. 2. Фессалоникийцам 2.4 и Откровение 11 глава. 9. Небесный храм. Небесный храм, который составит Церковь Божия на небе в вечности. В этом мы читаем книги Откровения 11 глава 19 стих. Если жертвенник еще не считать храмом, а первым домом Божиим считать Скинию и не различать тело Христово и Церковь, то имеем 7 храмов. Первое – Скиния, второе – Храм Соломона, третий – Храм Зарававеля, четвертый – Храм Иродов, пятая – Церковь, тело Христово, шестое – Иерусалимский, храм Великой Скорби, и седьмое – Небесный храм. А если глубоко вникнуть в суть этих храмов, то мы увидим, что все они, в конце концов, являют собой один храм Божий. Люди были изгнаны из рая и остались вне дома греться у жертвенника. Потом строится шатер Скиния, потом дом Соломон Зарававель ирод, потом сам Бог строит себе храм, тело свое или церковь. Последнее и лучшее жилище – Храм Божий на Небе. Книга Откровений, 12 глава, 12. На Небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец, из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождение. Толкование. Писание этого видения Иоанн начинает союзом «и». Вообще обращает на себя внимание частое употребление этого союза в апокалипсисе. Так, например, из двадцати двух глав в этой книге шестнадцать начинаются с союза «и». Три главы со слов «после сего». И только три главы начинаются не со слов, выражающих связь с предыдущими. Это глава первая, вторая и девятая. И то, вторая и девятая явно связаны по смыслу с предыдущим текстом. Один двадцать кончается описанием семи церквей, а вторая глава начинается с послания к первой из этих церквей. Восьмая глава кончается с трубой четвертого ангела, а девятая начинается с трубы пятого ангела. Так что без связующих слов и союзов остается только начало первой главы как начальной. Неверно понимание, будто это служит указанием на то, что апокалипсис рассказывает нам историю мира в хронологической последовательности. Или же, что это каждый раз указывает на непосредственную связь последующего с предыдущим. Исходя из таких точек зрения, невозможно согласовать толкование одного ведения с другим без явного насилия над текстом всевозможных натяжек, а то и нелепых искажений самого вероучения. Разуметь же указанный нами факт надо как указание на последовательную смену одного ведения явленного Иоанна другим. Также это указывает на то, что апокалипсис есть единое целостное откровение, полученное от одного и того же духа в одно и то же время. Итак, Иоанн описывает, что явилось ему знамение. Кроме этого случая, Иоанн называет явление ему знамение. Еще в 12 главе 3 стихи 15-1. Этим сам тайнозритель указывает на то, что ведение должно пониматься не буквально, а символически. И каждый штрих ведения имеет определенное значение. Иоанн называет это знамение великим и тем не только отличает его от последующего знамения 12 глава 3 стихи, но и указывает на его особое значение и глубокий смысл. Знамение явилось на небе. Этим указывается не столько на то, что Иоанн видел жену объект ведения именно на небе, так как потом он видел ее уже на земле стихи 13, сколько на то, что жена небесного происхождения. Кто же это жена, явившаяся в небесной славе? далее цитата из Библии книга Песней 6 глава 10 стихи, то это блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце. В протестантской среде существует понимание, будто это ветхозаветная церковь или израильский народ. Однако описание небесной славы жены не соответствует ветхозаветной церкви, а оно гораздо более приличествует церкви новозаветной. Если эта церковь ветхозаветная, то как дальше рассматривать явное указание на время антихриста 3,5 года? То здесь явное несоответствие. Нет также никаких оснований понимать под женой исключительно только евреев в последнем времени обратившихся к Христу. Святые отцы под этой апокалиптической женой видят либо Пресвятую Деву Марии Матерь Божью, либо новозаветную христианскую церковь. Причем на Деву Марию здесь только определенные указания. Точное же соответствие каждой детали знамения мы находим в образе христианской церкви. Вопросы есть? Идем дальше. Жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец 12 звезд. Это Дева Мария Матерь Божья которой цитируется дальше Лука 1 49 сотворил величие сильный сильный с большой волосы Господь. Она превознесена превыше хирургимов и серафимов и всех чинов ангельских звезд небесных. Она Богом венчанная царица небесная Матери небесного царя Иисуса Христа прилично и именоваться царицей небесной. 12 апостолов как 12 звезд венчают ее причистить славу ибо по всей вселенной разнесли учение ее божественного сына. Это о ней поет псалмопевец стала царица одесную тебя в афирском золоте и возжелает царь красоты твоей. Салом 44 10 12 Неизреченная не отмирная красота преснодевы ликуй ныне и веселись сегодня ты же чистая красуйся богородице о восстании рождества твоего. Не должно смущать и то что дева называется женою. Так и апостол говорит что Христос родился от жены в галатам 4 4 а пророк что от девы Исайя 7 14 Она дева как сохранившаяся нетленной не претерпевшая повреждения девства ни в зачатии ни в рождестве она жена как родившая сына так еще и пророк Исайя говорил и дева во чреве примет и родит книга пророка Исайя 7 глава 14 стих Она имела во чреве большой буквы имевшего в деснице своей всю вселенную дальнейшие слова однако нельзя разуметь буквально как муки рождения ею Христа Дева Мария без нетления Бога Слова Рожь не испытала боли и мук рождения какие испытывали деснице но старец Симеон сказал ей и тебе самой оружие пройдет душу Лука 2 35 невыносимую боль и муку о рожденном ею ей пришлось претерпеть у креста видя его страдания и смерть оружие прошло ей душу но сколь часто оно и прежде ранило ее роды в пещере первая колыбель ясли для животных гонение ирода худое и злое отношение людей к сыну она даже готова была оторвать его от служения марка 3 глава 30 31 стих столь велика была ее боль и мука о сыне вот они боли и муки рождения другое и основное значение этого знамения жена церковь крестово церковь в писании именуется невестой или женой крестово так апостол павел сравнивает отношение мужа и жены крестом и церковью послание эфесянам 5 глава 25 33 стих в апокалипсисе 19 глава 7 стих церковь прямо называется женою агнца агнца в большой буквы поэтому неверно мнение будто в писании церковь предстает только как невеста а женой означает только израильский народ существует таинственная связь между причистой делой матики божией и церкови как Мария родила Христа и через то стала женою но родив непорочно осталось делой так и церковь она невеста Христова чистая дева обрученная Христу 2 колинфян 2 но она же и жена матерь всем нам галатом 4 26 рождающая от духа божия чар божьи как дева Мария родила от духа так ведь церковь рождает от духа как дева родила Христа так ведь церковь рождает Христа в душах верующих и там и там девство сочетается с материнством там и там рождается бог богородицу там и там рождается бог через богородицу бог сошел с людьми и соединялся с ними через церковь люди восходят к богу и соединяются с ними Таинство брака, отблеск, таинство Христа и церкви. Христианам 5.32 Как жена взята от ребра мужа, когда он спал на кресте, так и на кресте, когда уснул в сном смерти, божественный страдалец, с большой буквы, в Англии от Матфея 9.24 Второй Адам, муж совершенный, то от его прободенного пречистого ребра истекли вода и кровь, таинство крещения и причастия. И из этих потоков изошла церковь, жена Христова. Она, его возлюбленная, с ней он становится единой плотью и единственным духом. Христианам 5.31, Коринфянам 6.17 Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Христианам 5.31 Так и Христос готов оставить Отца Небесного и причистую Матерь Свою и прийти снова на землю, чтобы навечно и всецело соединиться со Своей Женой Церковью Купленой. Продолжаем толковать. Жена, облеченная в солнце правды, во Христа, в Него облекаемая в святом крещении, им украшаемая. Далее цитата Малахия 4.2 Для вас, благоговеющей перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Этим небесным светом облечена Церковь. На иконах чело святых окружено ореолом света. Это не просто символ, а антологическая реальность. Небесный свет есть внутренняя природа святых. Вы – свет мира, говорит Христос в Евангелии от Москве, 5-й главе 14-й стих. Вы должны явить миру нетварный свет побора. Но если Христос Сам и был этим светом истины, Евангелие от Иоанна 1.9, то святые церковь только облечены им. Являют собой не свой свет, а свет неба, солнца правды. Этот свет, которым облечены святые, не раз делался видимым для людей. На Моисея, беседовавшего на Сионе с Богом, народ даже смотреть не мог. Такое сияние исходилось Богом. Неотмирный свет видел, например, Николай Матавилов вокруг своего учителя преподобного Серафима Саровского, русского святого 19 века. Да и вообще, всякому духовно виден божественный свет святой. Ее святынь и праведника. Далее еще описывается неотвратимая слава жены церкви и ее красота. Под ногами ее луна. Под луной можно разуметь подлунный мир, мирскую жизнь, изменяющуюся подобно луне. Все это оказалось под ногами жены, то есть побеждается и попирается ею. Однако в нашем случае Солнце и Луна не противопоставляются, но сопоставляются как взаимодополняющие друг друга. Поэтому более точным будет разумение, что и Солнце, и Луна здесь являют славу, красоту церкви. Солнце, как большее светило, украшает саму жену, Луна, как меньшее, украшает ее одно же. Святость и свет облекают не только саму жену церковь, но и все, на что она ступает, чему так или иначе касается. Глядя на эту жену невольно, то это блистающая, как заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце. Снегопеснейшая здесь. Но и это еще не вся ее красота. Обреченная в Солнце и украшенная Луною, она еще венчается и звездами небес. На главе ее венец из двенадцати звезд. Венец – знак победы, сплетенный из двенадцати звезд двенадцати апостолов, двенадцати догматов апостольского учения. Как небесные звезды осветили апостолы Вселенную светом Христового учения. «Увенчанная таким славным венком, церковь победительница побеждает мир, и сияя есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, 5 глава 4 стих. «И врата ада не одолеют ее». Иоанна, 16-18. Русский писатель Михайлович Достоевский обронил как-то такие слова «красота спасет мир». Где же найти эту спасительную красоту? «Она в святой апостольской православной церкви. Но это жена, обреченная в солнце, под ногами которой луна и на голове двенадцать звезд». «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». «Толкование» «Это о рождении церковью своих духовных чар». «В церкви совершается рождение от воды и пуха». Иоанна, 3 глава 5 стих. «Здесь душевное перерождается в духовное огрешное святое. церковь, матерь всем нам». В плане Галатам 4, 26. «Не имеющий матерью церкви не может иметь отцом своим Бога». Говорит Киприан Карпаген. «Это духовное рождение людей происходит нелегко. Как здесь сказано, что жена церковь кричала от боли и мук рождения, так и апостол Павел писал Галатам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в пастыре церкви, не изобразится в пастыре церкви». С вами Галатам 4, 19. «Сколько мук претерпевают пастыре церкви, духовно рождая над крещением, проповедью, наставлениями, сколько молитв и неусыпного труда надо положить, чтобы обратить грешник, чтобы преобразить его, доколе не изобразится в нем тот. «Имевшие во чреве знают эти боли, знаете ли вы их, или в вашем чреве только пища тленная и суета мирская, а таковых будет сказано. «Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер, по сей не доставили земле». Прокисая 26, 18. Вопросы? Нет вопросов, все понятно, да? Ну, можно сказать, конечно, если можно, да? Да, конечно. Вот здесь хорошо было сказано, что как бы церковь в муках рождения рождает от воды и духа, да, и пастыри как бы рождают, всегда заботятся о нашем возрождении. Но мне кажется, что вот отец Геннадий говорит то ли о какой-то другой церкви, не о нашей современной, то ли это не совсем так, как он говорит, поскольку мы в настоящее время этого ну, не видим, так скажем, чтобы положа руку на сердце, чтобы пастыри действительно заботились о рождении свыше каждого человека, даже если смотреть как совершается крещение, ну, формально, да, а чтобы о рождении свыше каждого, и о рождении от воды и духа, и о покормлении каждого по-настоящему, ну, не знаю. одно дело, когда Андрей Кисарийский писал в свое время о церкви, и в наше время, когда мы сейчас, ну, ну, не знаю, я вот живу в Питере, да, где, в общем-то, идет церковная жизнь полным ходом, существуют церковные общины, они развиваются, да, но вот о том, о чем пишет отец Геннадий и о чем пишет Андрей Кисарийский, немножко церковная жизнь различается, вот о чем я хотел сказать, спасибо. Да, правильное замечание, оно и Писание говорит, в последние времена во многих охолодеет любовь, люди будут более сребролюбивы, чем боголюбивы. Можно немножко дополнить здесь? Конечно. Тут, как бы, такой, есть пословица такая, меня больше удивляет не то, что это удивительно, а то, что кто-то еще удивляется этому. Дело все в том, что, ну, обыкновенного нету у нас, не то, что там пастыри, там, общины какие-то, там, учат благочестию или еще чему-то, нету элементарного. Вот церковь оставила для того, чтобы можно было легко учить, людей, для пастырей пособия. Оно называется каноны Святой, Святой Православной Церкви Апостольской. Этих канонов, во-первых, нигде не найдешь, они только издавались, не так давно начали только русскими буквами издаваться, а то не поймешь, с какими ятями эти каноны были. И то, в каком тираже, да так, смешно даже. хотя патриарх говорит о том, что 70 с лишним процентов православных в России. Это надо, чтобы у каждого был канонник, чтобы каждый мог заглянуть и сказать, так это, батюшка, ты нас вообще не учишь? Так а у батюшек даже нету всего. Вот, со священниками разговариваешь, они даже на каноны внимания не обращают. Говорят, да, это давно что-то написано, мы так проходили там где-то в семинарии, что-то нам там сказали, несколько слов и все. А это самое главное, изучать именно каноны. То есть каноны это те правила, по которым строится жизнь церкви. Каноны относятся не только к священникам, они относятся к мирянам, хотя большинство конечно относятся к священникам, ну к священному чину. Поэтому первым делом должен быть авторитет Слова Божьего, по которому эти каноны и строились, а потом уже все остальное будет. Как этого авторитета достигнуть, если в семинариях учит Осипов вот это в академии там духовной, а Осипов это первый наверное враг христианства, постоянно бритый, постоянно с такими такие вещи говорит, которые христианину не должно говорить, тем более знающему Слово Божие. А это все от неверия. То есть учат верующих людей, на священников, учат неверующие люди, чему может научить неверующий учитель, чему может научить учитель разврата благочестию, как он это может сделать, никак он не может этого сделать. поэтому удивление не в этом, а удивление в том, что еще кто-то удивляется и слава Богу, что есть люди, которые думают об этом. Можно я тоже еще чуть-чуть добавлю ремарочку? Спасибо, Господи. Здесь дело не в том, каноны. Здесь есть такое слово, я созижу церковь мою, врата, да не одолеют ее, не одолеют, церковь она всегда есть и будет. Но в чем удивление, как говорит имя, удивление в том, что не заботятся о рождении свыше. Человек, который рожден свыше, у которого в сердце Христос и со Христом каноны, это уже дело 35-е. Каноны это для того, кто их нарушает, кто не живет со Христом, чтобы как церкви поступать. А наши пастыри, они не стремятся привести ко Христу, не стремятся возродить свыше человека. Вот как говорится, жена мучающаяся родами, да, а никто не мучается родами, да, вот как я снова в муках рождения, да, чтобы отобразился вас Христос, этого-то нет. А уж как каноны, там, кнут, там, кому, пряник, это уже, это дело десятое. Это когда уже человек не возрожден свыше, ему нужен кнут, ему нужны каноны. Вот в чем дело. Спасибо. Сережа, я минуту возьму. Я понимаю, я тебя прекрасно понимаю, вот что сказал, ты, это дело все в том, что совершенное незнание канонов, причем здесь кнут, пряник, когда каноны, ну, есть там, конечно, об епитимиях, тоже разговор, но как раз ты вот сказал об обращении, задел этот вопрос, ну, я думаю, я сейчас скажу, и ты что-то поймешь, но вижу, не понял ничего. Каноны как раз и говорят, пастырем, как себя вести. Девятнадцатое правило говорит, это шестой Севернский собор, что пастырь, каждый пастырь должен учить народ благочестию во все дни, а наипаче в дни воскресенья. Там конкретно расписан канон, прям, что должен делать священник, как это 35-е дело, и ты хочешь сказать, что 35-е дело символ веры, это вообще наш первый канон, символ веры это первый канон, если ты его не знаешь, тогда вообще разговоров нету никакого православия в твоей душе. Вот с него начинай и раскрывай все постепенно все каноны, все обращения. Не надо со мной спорить, не спорь, дождись, что скажет тебе человек, потом начинай спорить. Ну зачем, ну что ты в спор влазишь опять? Ты возьми каноны, понимаешь, я сейчас отключу обоих. Вера, читай. Просто читай постоянно. Включил обоих. И так будет с каждым, кто будет спорить здесь. Не надо. Есть правила и еще. Вот опять сцепились. Каса на камень нашла. Христиане. Говорят оба об одном и том же, и зачем спорить? Ну, купите и... Книга Откровения, 12 глава, 3 стих. И другое знамение явилось на небе. Вот. Большой красный дракон семью головами и десятью рогами. И на головах его 7 диодим. Толкование. Вместе с первым знамением жены Иоанн видит другое знамение. Знамение красного дракона. Противоположность церкви и матери боги. Теперь является сам сатана в стих 9. Иоанн так же, как и предыдущая, явилась на небе. То есть жену, обреченную в солнце, и красного дракона Иоанн видит в одном и том же мире. Под небом здесь можно разуметь пост Андрей Кисарийский. Апостол Павел пишет о духах злобы поднебесных. Песянам 6.12 И о сатане как о князе господствующем воздухе. Песянам 2.2 Воздух, земная атмосфера, сегодняшнее место особого пребывания или чистых духов и сатаны. Иначе еще видение дракона на небе можно понимать как указание на пребывание на небе Люцифера, ангела света до его грехопадения, когда он еще был херувимо сеняющий из среды огнистых камней. Рок Иезеки 28.16 Знамение красного дракона отличается от знамения жены тем, что то охарактеризовано как великое знамение а это просто знамение этим указывается на противоположность являемого здесь а также на то, что хотя страшен и ужасен дракон но все равно велика сила жены церкви и матери божьей против него дракон дракон это непосредственно сам сатана и дьявол о чем прямо сказано в девятом секте поэтому всякие другие толкования видящие в драконе символ чего-то иного например какого-нибудь господа не могут быть приняты это конечно не исключает мысли что сатана красный дракон может особо действовать через некоторые государства и некоторых государственных деятелей интересна народная легенда об императоре Нероне этом прообразе антихриста и гонителя христиан по которой он в качестве амулета носил шкуру змея и жизнь его когда он еще был младенцем была спасена змея и в нынешние времена безбожия как большой красный дракон устремляется на борьбу с церковью желая пожрать ее сатана по праву является в виде дракона в виде змея сатана приступил к Еве чтобы искусить ее к греху и 3 глава 2 послания коринфянам 1 3 впоследствии дьявол становится все более мрачным и страшным и потому становится уже не со змеем а драконом дракон змееподобное животное отличающиеся необыкновенной величиной и силой народном веровании оно обратилось в чудовище страшилище этот образ и взят для описания сатаны победа бога над сатаной часто описывается в виде победы над морским чудовищем или драконом так читаем мы у пророка Исаии 27 глава 1 стих тот день поразит господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафан змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское а вот слова псалмопевца 73 псалом 12 по 14 стихи Боже царь мой от века устрояющий спасение посреди земли ты расторг силою твоею море ты сокрушил головы змеев в воде ты сокрушил голову левиафана отдал его в пищу людям пустыни подобно этому видит иоанн сокрушается сатана красный дракон древний змей богом питаются люди пустыни жена церковь бежавшая в пустыне фараон царь египетский служит в писании часто прообразом сатаны о нем читает так говорит господь бог вот я на тебя фараон царь египетский большой крокодил который лежа среди рек своих говоришь моя река и я создал ее для себя но я вложу крюк челюсти твои и чешуе твоей прилиплю рыб из рек твоих нечестивые силы бесы и сасов и дракона и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих прилипшую чешуе твоей и брошу тебя в пустыне тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадешь на открытое поле не уберут и не подберут тебя отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным и узнают все обитатели Египта все обитатели ада и этого греховного мира Геннадий Павлович что я Господь срок языки 29 глава 3 по 6 стихии подробное описание этого чудовища мы находим также в книге Иова глава 40 41 стихи все эти описания свидетельствуют о великой и могучей силе дракона сатаны почему Иоанн называет его большим другая характеристика дракона красным буквально означает свет огня этим подчеркивается его ангельское существо ведь он был Деница сын Зари Сая 14 12 Херувим осеняющий из среды огнистых камней Иоанн 28 16 Опадшие ангелы сохранили свою природу свое естество Красный цвет огня указывает также на огонь вечный уготованный дьяволу и ангелам его 25 41 Кроме того красный цвет это цвет крови и убийства ибо дьявол фиксирует человека убийца от начала Иоанн Грина 8 44 Он совратил Ему в раю вкусить запретный плод тот день цитирую грех вошел в мир и грехом смерть он был виновен в первом кровопролитии ибо Каин был от лукавого и убил брата своего 1 Иоанна 3 12 Далее Иоанн описывает что дракон был с семью головами и десятью рогами на головах его семь диодим это также соответствует народному представлению о семиглавом драконе чудовище но здесь в апокалипсисе образ семиглавого дракона имеет вполне самостоятельное и определенное значение во первых здесь мы видим некоторое сходство с тем что и христос являлся в виде семью рогами и семью очами 5 глава 6 сатана в виде семиглавого дракона представляет собой князя мира сего 7 глав означает дьявольскую мудрость века сего или же это семь лукавейших сил дьявола противоположных силам духовных семи духов божьих 5 глава 6 7 даров духа святого исходят от бога и ими он освящает верующих о враге же благочестие сказано что 7 мерзостей в сердце его в 26 25 который вложил в него семиглавый дракон противоположность семи дарам духа святого даны 7 мерзостей и 7 смертных грехов которыми он совращает и губит людей гордость сребролюбие глуд зависть гнев уныние и ленность о 7 уходящих в сердце человека говорил и Господь Лука 11 26 кроме кроме того эти 7 глав указывают также на 7 великих царств в истории человечества через которые сатана водворял свое царство на земле об этих 7 царствах подробно будет подробнее будет сказано позже 10 врагов означают могущество дьявола как властителя мира сего перед пришествием антихриста действительно будут 10 царей трое из них будут сломлены антихристом а остальные примут его в дальнейшем это будет рассмотрено подробнее иначе под 10 врагами можно разуметь 10 грехов против 10 заповедей божьих каким образом 10 врагов размещены на 7 главах дракона на это в тексте нет никаких указаний и на головах его 7 и один диодима как царское головное украшение в отличие от венца победителя употреблялась всегда как символ царской власти и господства так опять сатана представляет как властелин этого мира носящий греховные венцы князь господствующий в воздухе я нам ради вопрос предстанет они представляет ошибся да так опять сатана предстанет как властелин этого мира носящий греховные венцы ну надо понимать что сатана то он властелин и господин только над своими рабами над грешниками а над верующими направлением он не господствует он связан с христом на кресте ходит как рыкающий лев ища кого поглотить но не может сила крестного знамения вера во христа его искупитель жертву щит веры этим щитом защищаемся от стрел лукавого поэтому он нам никакой не господин но он назван князем мира сего князь над мирскими неверующими людьми которые вне церкви напоры до времени а в таинстве крещения мы как раз от этого господина отрекаемся тридцать плюнув на него отрекаешься сатана отрекаешься тоже одна женщина на спасе вопрос задавала вернее крик души когда я принимала таинство крещения мне хотелось убежать оттуда настолько небрежно все это крещенник делал что я даже и не знаю крещена я или нет во-первых не было троекратного вопрошения наприкаешься ли сатанизмом наприкаешься ли сатанизм да трижды так положено по правилам по канонам ее один раз спросите я говорю теперь даже я не знаю крещена я или не крещена то есть в канонах о том что кто будет крестить в одно погружение сказано это будет изверхно но погружение это недопустимо то чтобы одно отречение вместо трехкратного отречения в этом даже и но однако вот такое произошло и она вопрос батюшке задают и батюшка ей отвечает тоже не по канонам я считаю он говорит немало не сомневайся ты крещеная не думай ни о чем все нормально то что боб тот бракодел мы приносим свои извинения за брак но не сомневайтесь а вообще от того что как раз с каноном и возвращаемся что священники не зная каноны как они могут рождать все это связано и каноны и духовное рождение вот поэтому и спорить то не надо говорить вдвоем об одном и том об одном том же что попы не рождаются выше другой вопрос почему они не рождаются сами не рождаются опять же как бы они связаны каноны они не могут быть там на 35 месяц конечно они вместе канон благодаря канонам рождается христианин благодаря канонам христианин духовно растет они не надо умолять но и он отвечает в канонах как раз говорится что если сомневаешься в своем крещении то нужно считать что не крещен ну случаи например такие что в детстве вроде как крестили всех детей крестили но подтвердить это никто не может умерли уже люди что делать и вот есть такой канон ащи то есть думает пусть думает что человек не крещеный нужно принять как бы второе крещение и греха в этом никакого не даже если первое и было но сомневается раз сомневаешься иди принимай крещение у нас у тебя есть сомнение ну вот такой маленький ступень так у нас час прошел вопросы по прочитанным по рогам диадимам есть опять по толкованию что князь господствующий возрасте все понятно что он не над всеми князья только нам безбожники вот говорят что в чем побеждать тех неверующих допустим когда они так уже его а наоборот он искушает этих как они его и так да вот но он то понимаешь он хочет быть господином над православными христианами это его желание он ищет кого поглотить другое дело получается у него это или не получается получается у него не потому что он господин он всевластен над нашими душами а потому что сам христианин не пободрствовал и сделал шаг ему навстречу поддался греху он он сам виноват христианин в своем грехопадении его вина а не заслуга дьявола хотя он и торжествует конечно что ему удалось его соврать но одних ему удается совращать а избранных не удается как откровенно сказано христи даже избранных а получится у него не получится написано остаток спасется не всегда удается не то что прям не удается не всегда удается не всегда еще вопросы Рустам объясните в чем я не прав в чем здравствуйте отключили это ужас как вы таких держите Дебунова согласитесь ну я хочу сказать можно да Игорь Дебунов вообще себя со стороны слышал как он общался если не ошибаюсь был диалог с Сергеем или иным правильно давайте мы не будем заоставить об этом внимание бывает срывается брат он ревностный знаешь ревностный захлестывает его вот это вот понимаешь речь то о чем что в церкви поставленные люди совмещенники должны рождать духовно людей они этого не делают душа от этого болит и скормит и возмущается вот и одно дело просто об этом заявить вот да вот так Геннадий Фас написал здорово а у нас сегодня не так ну и сложить ручки и вы извините а термин срывается с христианином он вообще никак не уместен это мое личное мнение холерический тип вот вы же вы врач вы свои эмоции холерический тип наверное у него вы же врач вроде согрешишь не пока ну в общем я тут слушаю и ничего так и не понял в чем дело что я там срываюсь брат Сергий тебе исполоть добрый молодец что я срываюсь я всегда такой на кого я срываюсь на Ильина что ли мы с ним постоянно в антагонизме находимся все об этом знают в чем ужас положение скажи в нашей церкви в чем ужас положение что у нас нету священников нормальных которые учили бы людей рождению свыше или вы Рустам Гусейнов рождены свыше так докажите это идите вперед по улицам и переулкам призывайте верных ну во первых ваш тон уже доказывает о том что вообще не христианин не говоря уже там о каком-то рождении там и вообще о православии это говорит о ревности это то какая ревность просто отсутствие мозгов и все элементарно и воспитанности правильно спасибо что вы мне открыли глаза извините до свидания и у вас болоте все черти водится лукавый не дребен понятно он тут присутствует с нами и тоже уводит сказать можно даже я не знаю ну скажи ну скажи что я тебе что православие ну пускай говорит хуже не будет уже пускай может еще один уйдет из Потеряевки вообще Они-то, по сути, как спорят, один говорит о рождении, другой о канонах, а по сути они оба на одном и том же говорят, то есть рождённый не будет нарушать каноны, то есть рождённый от Бога не грешит, а каноны как раз это управление, ну, удаление от греха. И также... Аминь. Как можно соблюдать то, чего не знает. Тоже это как можно родиться, родиться-то тоже нам нужно от человека, знающего канона, а мёртвый, как может живого родиться. Вот послушайте меня ещё немножечко, хотя бы две минутки, ладно? Можно? Вот смотрите, человек приходит к Богу, священник его приводит к Богу, там сказано, церковь, ну, через священника. Сначала не о канонах говорится, а о Христе говорится. Говорится о Христе, как он... о его жертве. Человек должен приобрести какой-то духовный опыт, возлюбить Господа и возродиться с Высшим, кто не родится от воды и духа. Встреча с Богом должна произойти. Это первое. А потом уже человек узнаёт о канонах. Каноны, они не сразу... и церковь не сразу далеко, не сразу их до седьмого... до восьмого века составляла каноны. Постепенно. Когда возникают проблемы, тогда возникают каноны. Например, если человек начинает грешить, там, на каждое это есть наказание. У нас в православии 719 канонов, и все они карательные. Все карательные абсолютно. И всё. О чём можно говорить? Что сначала человек должен прийти к Богу, и прийти к Богу через возрождение свыше. Этому должен учить его священник, поп должен учить. Вот и всё. А потом уже о канонах. Когда он будет говорить, а можно ли мне быть крёстным тому? А он говорит, нет, извини, вот такое-то есть правило. Вот если там вы не можете быть крёстным, если ты женат, например, вот на этом, у этого крёстным ты не можешь быть. У того ты не можешь это делать. И всё. Ты не можешь не паститься, не можешь не это. А сначала, когда человек рождён свыше, он сам всегда пастится. Он никогда не будет делать того, чему не надо. Он, понятно, будет угожать Богу. Борода, да это не вопрос. Я должен быть с бородой, и всё. Да потому что это Богу угодно. Здесь вообще вопросов нет каких-то глупых таких. А каноны, они нужны уже, когда вот это, тот, кто блудит, тот, кто ещё. Это уже карательные вещи. Вот этого как-то вы понять не можете, абсолютно. Всё, я закончил. Серёж, можно минуту мне? Нельзя. Давайте уже эту тему свернём, что топчемся на одном месте. У кого другие вопросы есть? Каноны, рождение свыше, уже об этом говорено, переговорено уже. Крещение огнём ещё бывает такое. Крещение огнём, да. Серёж, ну почему тогда, когда вот Игнатий Тихонович занятия вёл, он говорил истину, и никто не спорил? Ну, потом, конечно, уходили было, но это потом. Почему у нас тут с Сергеем Ильином постоянно идёт одно и то же, скажи мне? Почему до конца нельзя договорить хоть одну тему, скажи мне? Это человек отвергает каноны. Он одно ставит поперёк другого. Он телегу вперёд лошади запрягает. А об этом говорит, что это истина. Но это тебе так кажется, что он напрягает телегу впереди лошади. Ну просто тебе так кажется. Но не об одних священниках идёт речь, когда говорим о рождении свыше. Вот, допустим, Игнатий Тихонович, ну, пресловутый, будем говорить. Он не священник. Однако он говорит, и люди рождаются свыше. При чём тут священники? Ну он же не с канонов начинает тоже. Ну такие люди-то приходят тоже, как мы делали. Развешивали объявления, люди приходят. Или где-то ты на улице беседуешь, сказал о Христе. Люди пришли. Вот как всё было. Визитку даёшь, человек приходит. Человек приходит уже с каким-то багажом. И уже тут он получает полномасштабное понятие о христианской жизни. И первое, что начинается с чего? Это все каноны исполнения их. И первый самый канон. Библию начинаем изучать. Слово Божие. Евангелие. О чём написано в канонах? Чего спорить, я не знаю. Сергей Лин, помолись немножко, как-то вечерком просто скажи. Господи, может я каноны и не туда ставлю, не на то место? Игорь, ну чё ты уперся-то? На занятиях у Игоря Тихоновича мы не каноны изучали. Мы изучали Евангелие и Толкование. Каноны потом пришли позже, правильно ли говорить? Сделал не 35-е, но оно и не первое, понимаешь? Чё ты устроился? И я не про каноны говорю. Я говорю просто, что священники не знают канонов. И от этого всё происходит, что они не учат народ. Они не знают, что первое, а что второе воткнуть. И потом у них каноны на 35-м месте. Это же он повторяет священников. Да он не говорит, что каноны должны быть на 35-м месте. Он говорит, что даже и рождения нет. А если бы ещё и о канонах уже как бы он считает, что ещё до канонов ещё шагать и шагать 35-м километров. Рождения свыше нет. Самого первого, правильного даже крещения нет. Да если вообще ничего нет и в канонах, вот в чём дело. Но если ты всю совокупность возьмёшь, всего, что есть, что святые отцы нам оставили, то там где-то можно увидеть рождение свыше. Но очень-очень глубоко тоже. Рождение свыше это вообще понятие сектантское, не наше. Ну, понятие евангельское, но принесли его сектанты. Так, вопросов у кого, пожалуйста. Можно не по теме, любые у кого накопили. Нету ничего, да? Вопросов нет, но по головам там... Вопрос вначале задавался, про головы эти, да, 7 голуб? Я бы хотел такое небольшое резюме вынести. Можно? Про головы? Тут про голову, как я говорю, на посолкование говорит. В тексте нет никаких указаний. Что, какое ещё резюме? Вот и всё и резюме. Таким образом, каким образом 10 рогов размещены на 7 головах дракона, на это в тексте нет никаких указаний. А то, о чём нет в Библии, а то мы не расскаждаем. Зачем об этом нам говорить? Нет указаний. Как они эти 10 рогов на 7 головах? Ну, и зачем нам это знать? Как они об этом и не сказаны? И чём мы будем там время терять? Нам это и не надо. Вот будем обсуждать, так, 3 на одной, там один на другой, два на третий, а это, какая разница? Стоит никакой. Не надо, не надо. Я считаю, не надо. Ещё вопрос? Игнат Тихонич, хотите что-то сказать? Нет, я только слушать буду, учиться. Давайте идём дальше. Откровение 12 глава, 4 стих. Далее читаем о сатане драконе, что хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверк их на землю. Подобно как в 9 главе 10 стихеи 19 у демонов, так здесь у сатаны видим силу его в хвосте. Как обыкновенный змей, дракон, сатана действует хвостом. Это можно рассматривать как указание на то, что вредоносная сила его разлита по всему его существу до кончика хвоста. А также это показывает его особую мерзость и чудовищность. Под низвержением драконом звёзд на землю описывается первое грехопадение сатаны и падших ангелов. Звёздами в Писании часто означают существа неземные и небесные, ангелы божьи. Люцифер, ангел света, деница, сын зари, далее цитата, говорил в сердце своём, взойду на небо выше звёзд божьих, то есть ангелов, вознесу престол мой и сяду на горе, буду подобен Всевышнему. Порок Исайя, 14 глава, 13-14. Так от красоты твоей возгордилось сердце твоё, а от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я, Бог, поверну тебя на землю. Пророк Иезекииль, 28 глава, 17-й стих. Гордость, первое движение греха, голова дракона, вознесла его превыше звёзд божьих ангелов. Но Бог не зринул возгордившегося. И тогда при своём падении, вознёсшийся выше ангела своим хвостом, то есть последним движением греха, с завистью, увлёк с неба третью часть звёзд, оставшихся ниже его. Теперь уже из зависти он не мог потерпеть, что один только он будет повержен на землю на позор, и поверг их на землю. Начал с величественного Главы гордости Кончил ничтожным хвостом зависти. Вознёсся от гордости выше ангела, падая от зависти, увлёк и их за собой. Но не все ангелы последовали сатане, а только третья часть их. Это и есть ангелы, не сохранившие своего достоинства, но оставившие своё жилище. Послание Иуда 1.6 Так из всех ангелов третья часть превратилась в демона. Небожители оказались на земле, сменив небесное мудрствование на земное. Они уже не могли больше остаться там, где престол Божий, где святые примирные небесные силы. То, что сатана увлёк своих ангелов и поверг их именно на землю, можно объяснить существующим мнением, что ещё до греховопадения он был поставлен управлять именно землёю. «А потому именно она оказалась безвидна и пуста, и во тьме». Детия 1 глава 2 стих. «Ангел света, оторвавшийся от Бога, самосущего света» 1 Иоанна 1.5, превратился в ангела тьмы. «Земля погрузилась во тьму, а увлечённые сатаной ангелы оказались под мраком». В плане Иуда 1.6 «И стали мироправителями тьмы века сего». «Вопросы». Вот это читая, приходишь к мысли, что сначала были сотворены небесные силы, ангелы, хотя нет, вначале было видишь, он поставлен был ангел, он был поставлен над землёй руководить. А раз он падший ангел, то вот она и была, эта земля, безвидна и пуста, потому что но опять же написано «Идух Божий носился над водою». «Идух Божий носился над водою», значит, она небезвидна и пуста. Или он просто совсем понятно. Так, идём дальше. «Под третьей частью звёзд можно также разуметь согрешивших против одного лица Пресвятой Троицы. И не потому ли, что Лецифер восстал против Сына Божия, именно второму лицу Троицы ещё прежде созданием мира было предопределено совершить спасение и победить сатану». Тянам 1 глава 4.5. «Заря происходит от Солнца, но не захотел ли Сын Зари стать выше произведшего Зарю Солнца Правды Христа Сына Божия?» Ещё одно значение можно усмотреть в этом знамении. Подобными же словами пророк Даниил описал войну сирийского царя Антиоха Епифана. 175-164 года до Рождества Христова с израилетянами и вознёсся Антиох Енатель Фас до воинства небесного израилетян Енатель Фас в большом духе вождя воинства всего пророк Даниил 8 глава 10-11 Петра Подобно этому Сатана Древний Змий после того, как на Голковском кресте была сокрушена его глава ополчается бранью на новозаветный Израиль на христиан которые по просвещению в Святом Крещении образно названы звёзды и как некогда Сатана с неба поверх на землю часть ангелов так и теперь движением хвоста повергает неутверждённых христиан от небесного мудрствования к земному Антиох Епифан был также прообразом Антихриста поэтому здесь особенно разумеет совращение верующих при Антихристе Дракон сей стал перед женою которая надлежала родить дабы когда она родит пожрать её младен разумеется перед женою при чистой Девой Марьей мы видим здесь указание на рождение ею божественного младенца Иисуса Христа Деве ещё только надлежало родить а дракон сей уже стал перед женою дабы когда она родит пожрать её младенца о том что семя жены сокрушит сатане голову он знал ещё и Дедема из пророчества данного Богом Грия Трепетана знал он это из многочисленных пророчеств и преобразований ветхого завета знал может и непосредственно от Бога или Ангела и вот древний змей дракон стал чтобы жарить петух он зорко следит за всем происходящим и всячески стремится не допустить появления в мир спасителя вот наконец он видит что Дева приняла во чреве от Духа Святого и ей надлежит родить вздрогнул сатана ибо понял что грядет в мир сокрушитель его главы тогда в неутомимой ярости он становится пред женою чтобы когда она родит пожрать ее младенца он не может предотвратить рождение младенца но надеется его пожрать он занимает всеми ставе флиентской гостиницы чтобы младенец родился в суровых условиях и возможно не выжил он подвигает сердце царя Ирода истребить 14 тысяч младенцев во время и во всех пределах его чтобы уничтожить одного как страшный искуситель он встречает вышедшего из Иорданских флот мессию чтобы соблазнить его он стремится пожрать его руками евдеев прибегает к помощи римлян ходит в сердце апостола Иуды приглаждает Христа на крест запечатлевает его во гробе как же страшный дракон ищет его крови ищет чтобы пожрать его на этом занятие заканчивано сегодня помолимся ищет 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 богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога и славнейшую без сравнения с ищет без истления бога славорочную сущую богородицу ищет 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 отец наш небесный мы просим прости наше согрешение и прими от нас благодарность как ты дивно снабдил нас всем необходимым ты заповедил напомнить о тех кому тяжело кто одинокий кто отчаивается простри к ним руку твою и укажи нам на нуждающиеся в нашей помощи и дару мир Израилю этот избранный народ твой не принял тебя откроем дверь к покаянию милости твой не отнимай от нас дабы между нами был мир и любовь тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь аминь ну какие то еще может быть вопросы есть аминь а то если ничего нет мы будем прощаться ну все до свидания с Богом аминь аминь ну